ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССО 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Министерству финансов предложили существенно снизить пошлину, которую россияне обязаны заплатить при ввозе автомобиля из-за рубежа Инициатива рассматривается как одна из мер поддержки автовладельцев в условиях кризиса Распространить ее хотят только на физических лиц Если сейчас при перемещении через границу свежей иномарки надо заплатить около половины ее стоимости То авторы идей предлагают уменьшить ставку до 5% Правило будет распространяться только на одну машину в течение 5 лет ТРАССА 101 Кризис, санкции, нехватка электронных компонентов Все это может коснуться и российских компаний, которые выпускают камеры, фото, видеофиксации нарушений ПДД Дело в том, что для их производства тоже нужны запчасти, изготавливаемые за границей Кстати, по итогам прошлого года в нашей стране число дорожных камер впервые сократилось Речь идет о передвижных устройствах, видимо, они быстрее устаревают В 2021-м камеры оштрафовали российских водителей на 100 с лишним миллиардов рублей Годом ранее было 95 миллиардов ТРАССА 101 Мотосообщество предложило разрешить мотоциклистам передвигаться по полосам для общественного транспорта Идею поддержали некоторые депутаты Госдумы Ее авторы считают, что такой шаг поможет разгрузить дороги Особенно летом, когда поток транспорта увеличивается за счет двухколесных средств передвижения К тому же, полагают парламентарии, на выделенки надо пустить свадебные кортежи, социальное такси и автомобили со знаком «Инвалид» Напомню, что выезд на полосу, предназначенную для общественного транспорта, наказывается штрафом 1500 рублей В Москве и Петербурге – 3000 ТРАССА 101 Завод «Ниссан» в Санкт-Петербурге не будет работать, по крайней мере, до первой половины 2023 года А при остановке деятельности руководство компании объявило еще в начале марта На предприятии выпускали модели «Кашкай», «Икстрейл» и «Мурана» Минимальный ценник первого сейчас, как обозначено на сайте производителя, 2 миллиона 337 тысяч рублей Второго – 2 миллиона 762 тысячи, третьего – 4 миллиона 409 тысяч рублей Цены указаны с учетом скидок Надо сказать, что дела у «Ниссан» в России и Украине давно шли неважно Убытков за последний финансовый год накопилось на несколько сотен миллионов долларов ТРАССА 101 В автомобильном мире установлен новый ценовой рекорд Гоночные автомобили «Мерседес Бенз 300 SLR» у «Ленхаут Купе» 1956 года выпуска продали на закрытом аукционе за 135 миллионов евро Почти 10 миллиардов рублей по нынешнему курсу Обладателем уникального авто стал некий коллекционер из Великобритании Всего немцы выпустили только две таких машины Ни одна из них в гонках участия таки не приняла Предыдущий рекорд стоимости был на уровне 70 миллионов долларов На этом все Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА 101 До свидания ТРАССА 101 Редактор субтитров А.Семкин